Здравствуйте! В эфире действительно программа «Всё так!» Наталья Ибасовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна! Добрый вечер! И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о человеке, о котором я лично до того, как Наталья Ивановна не выбрала этого героя, мало что знал вообще. Конечно, большинство из тех, кто про него хоть что-то знал, знакомы с романом Джеймса Клавилла «Сёгун» или «Сёгун». Нет у них прямого ударения. И то, и то правильно. «Сёгун». Надо два ударения. И когда мне сегодня Наталья Ивановна про Энто сказала, кстати, у нас есть вопрос, я тут же послал его к книгу, которую вы видите сейчас. Эту книгу я купил, но ещё не читал. Это свеженькая, непрочитанная книга. Кстати, Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, действительно ли, как спрашивает нас учитель из Москвы, действительно ли наш герой является прототипом романа Клавилла «Сёгун»? Нет, не совсем. В романе прототипом из контекста, это ясно, по-настоящему является тот, кто сменит нашего Теотома Хиде Йоси, высшей власти в Японии. Теотома Хиде Йоси никогда сёгуном не был. Его происхождение не позволяло. О происхождении поговорим. Так это другой, это и ясу Токугава, прообраз этого самого сёгуна. И в основе романа совершенно подлинная история английского штурмана Вильяма Адамса, который на рубеже 16-17 веков был прибит к берегам Японии, никогда уже оттуда не вернулся, при Токугаве вот он там находился. Вот, а у меня просто довольно надёжный источник. Так получилось, что мой близкий родственник, зять, японист, он переводил и опубликовал дневники этого штурмана. Ну, и, конечно, был консультантом нашей передачи. И прежде чем мы будем рассказывать о нашем герое, который звучит как Тойо Томи Хиде Йоси, я, конечно, разыграю несколько книг из серии «Повседневная жизнь», издательство «Молодовая гвардия», «Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи». Это 19-й век, вот эта книга, вторая половина 19-го века. Автор Луи Фредерик, это «Повседневная книга». Вопрос вот какой. Ответы вы присылаете нам. Большинство японцев исповедует какую религию? Какую религию исповедует большинство японского населения, население японских островов? Не забывайте подписываться. У нас, конечно же, идёт видеотрансляция. Вы можете видеть в прямом эфире Наталью Ивановну Басовскую. По вашей просьбе. Алексея Венедиктова тоже. Нет, камера на вас, Наталья Ивановна. Так вот, весь вопрос в том, что эта передача сделана по вашей просьбе. Она будет идти две субботы подряд, потому что вы говорили «марш в Азию», «марш в Азию». Мы ушли на самую оконечность Азии. Мы ушли в Японию времён Ивана Грозного, нашего российского Ивана Грозного. Наталья Ивановна Басовская. Итак, кто такой Тойотоми Хиде Йоси? Человек, живший в 16-м столетии, даты 1537-1598 год. Да, полный современник Ивана Грозного. Разница составляет 7 лет. Иван Грозный был на 7 лет старше. Умер раньше, чем Хиде Йоси. Существенно. Но дальше всё различно. Потому что наш персонаж из низов. И никогда нельзя сказать этого об Иване Грозном. Но наш персонаж своим путём, Иван Грозный своим, имели огромную власть в своей стране. Огромную, такую вот позднефеодальную. Это эпоха, 16-й век. И сначала думаешь, японские острова. Боже мой, как это далеко. Это просто другой мир. И потому что многие обычаи совершенно непривычны для Европы. Но в итоге, вглядевшись, что такое высшая власть? Что такое борьба за неё? Что такое человек, вылепивший себя из низов до высшей власти? Думаешь, что природа человеческая всё-таки очень сходна. Итак, что же делал Томихи де Йоси? Выйдя из самых низов общества, видимо, прямо-таки из крестьян, дошёл до высшей власти, которую можно было тогда вообразить. Император не в счёт. Император – это бог. Это сын неба. И он всегда есть. Он не правит в эту эпоху. Он символ. Но он всегда есть. А он занял должность великого министра. Дай-дзё, дай-дин. Это было невозможно, как бы для человека, его происхождение. Но он этого добился. И он был ещё и регентом. И об этом мы тоже поговорим. Мечтал о мировом господстве. На этом основании современные гиды в Японии, иногда показывая его невиданный дворец Восока, невероятный, о котором тоже будет речь. А говорят, это был наш японский Наполеон Бонапарт. Конечно, сравнение совершенно немыслимое. Но только в одном можно их сопоставить. Бонапарт мечтал, если о немировом господстве, о чём-то близком. И Томи Хиде Йоси тоже. Но для них это были совершенно разные вещи. Для японца эпохи Средневековья мировое господство – это было покорить Китай. И он это мечтал сделать Корею и, может быть, Индию. Мир для них на этом заканчивался. А для Наполеона он виделся совершенно иначе и в другую эпоху. По его воле, опираясь на достижения у предшественника, всё-таки было сделано очень много для объединения совершенно разобщенной феодальной японии. Теперь надо, наверное, говорить о том, как она была разобщена. Этим же занимался и Иван Грузный. И, наконец, провёл серию реформ, как все претендующие на титул великого правителя, на статус великого правителя, провёл реформы. Это человек, которого очень почитают в японской истории. Правда, не всегда его почитали. Были времена забвения. Но на сегодня он очень высоко ценится. Итак, Тойотоми Хидайоси. Сначала скажем, как он родился и немножко встал на ноги, а потом, что это была за страна. А можно наоборот. В общем-то, Япония на самом краю света тогдашнего. Абсолютно, буквально, физически. Давайте вспомним, что первый раз мы узнаём о Японии в момент, когда против неё направляются монгольские войска. Ну, вот для нас здесь. Когда наш европеец Хулагу-хан... Для нас здесь. Наш хан. Наш хан. Там в Великой Монгольской Орде, от Венгрии, извините, до Японии. И туда отправляют. Вот тогда впервые, можно сказать. Но Марко Поло, великий путешественник XIII века, слышал о Японии. Слышал. Кстати, от монголов. Да. Кстати, от Тихо-монголов. Прослужив много времени при китайском дворе, и зная, что такое монголы, что такое Китай, он мечтал побывать в Японии. Слышал совершенно фантастические рассказы о ней. Очень интересно, что об этой стране, в связи с тем, что она неведома, и она на краю света, буквально, ходили фантастические рассказы. Марко Поло написал в своей знаменитой книжечке, что говорят, что там прямо вдоль побережья стоят дома, и все они под золотыми крышами. Абсолютно не имеющие связи с реальностью легенда. Так что эта экзотика великая. Я пыталась понять, очень внимательно почитав доступные мне книги об истории Японии. Их не так много на русском языке. Конечно, многое есть и на других языках. Но все-таки есть. И я пыталась понять, что такое вот их все-таки отличает в начале их истории. Совершенно, в общем-то, везде противоречия, борются и этносы. Но здесь и этнос совершенно особенный. И происхождение страны, видимо, особенное. Как была заселена и освоена Япония? Ну, самое твердое предположение, что первоначальное население японских островов пришло из Юго-Восточной Азии. Где-то с материка, возможно, существовавшего Сунда. Это район современной Индонезии, который ушел в Мировой океан. И люди ушли оттуда. А он погружался в Мировой океан. Погрузился. И одни на юго-восток и составили первоначальное население Австралии. А другие на северо-восток и пришли на Японские острова. И первоначальное население японских островов и Австралии этнически очень похоже. Мягко-волнистые волосы, совершенно не классическая азиатская внешность последующих японцев. Айны почти вытеснены, почти уничтожены. Их отодвинули сначала на север, на Хоккайдо. Сейчас это уже экзотические такие же резервации, как, допустим, первоначальные индейцы на американском континенте. На рубеже нашей эры, может быть, появлялись еще переселенцы с континента, но это не очень ясно. Но какие-то были, конечно, из Китая переселенцы. Были ли это полулегендарные какие-то конники, всадники. Но из Китая переселение было. И все, кто поселились на этих островах, откуда бы они не пришли, с затонувшего материка, какая экзотика, вытесненные из Китая многоэтничного. У них должно было быть ощущение, что они последние, крайние. И цепкость в начале их истории в борьбе за каждый клочок земли связана не только с тем, что это не очень большие острова, а еще и с тем, что уйти с них по тогдашним меркам абсолютно уже некуда. И мне кажется, вот эта психология крайних, она кое-что нам объясняет в японской истории. В японской истории был долгий феодализм. Та эпоха, о которой мы будем говорить сегодня. В Средневековье не всегда и не сразу сложились феодальные отношения ни на Западе, ни в Японии. Но в своих основах, в своих принципиальных параметрах эта средневековая цивилизация при всей экзотике Азии похожа. Землевладение, крестьяне, сидящие на земле, попадающие в разные формы зависимости, борьба землевладельцев, масштаб земельных владений меньше, размеры. Но сущность очень похожа. У них происходит, так сказать, становление вот этого Средневековья в VII-IX веках примерно в это же время и в Западной Европе. И цветущее Средневековье X-XIV века... Что вы называете цветущим Средневековьем по отношению к Японии и Западной Европе? Цветет что у нас? Цветет инфраструктура этой цивилизации. Элита структурированная, военная, она военнослужилая. Аграрная экономика основа, города только пробиваются, но пробиваются. Основа аграрная, инфраструктура довольно замкнутая. Идет бешеная борьба за то, кому удастся преодолеть эту разобщенность политическую. И то же самое происходит в Японии, как и в Западной Европе. Очень похожа. Когда-то, прежде, ну, в середине второй половины XX века, сходство феодальных нормативов Японии и классической феодальной страны Франции так поразило первых исследователей, что они вообще говорили о поразительных совпадениях в деталях. То есть Фоменко прав. Нет. Почему бы должен быть прав Фоменко? Потому что наш герой, он же Карлысый, например. А, ну да. До безумства можно доводить любую концепцию. Фоменко это глубоко антинаучно, по моему полному убеждению. Но сходство каких-то путей становления цивилизации, оно, конечно, безусловно. Но и различия велики. Когда сейчас появилось гораздо больше исследований и литературы на эту тему, опубликованы очень многие источники, японцы тщательно публикуют источник и базу своей истории, и исследователи, в том числе и из нашей страны, занимаются этими вопросами, то, конечно, увидели и большие нюансы. Например, взаимоотношение крестьянина с землей в средневековой Японии было другим. Крестьянин сидел на земле. Он был с ней тесно связан. И только должен был отдавать, подумайте, две трети урожая в пользу государства, властителя. Это очень много, конечно. И все эти налоги, так сказать, податей измерялись в знаменитых коку. Коку это рис. Это объем риса, достаточный для содержания одного воина в течение года. Вот чем они измеряли. Мерила. Примерно 180 килограмм. Воин не объедался. Ну, вообще, на маленьких этих островах. У кого рису в день. Я почитал. А объезд, как вы мгновенно считаете, Алексей Витальевич, восхищаются. Это ирония. Итак, вот наш персонаж, он появился на свет в этой стране в момент, когда разобщенность политическая, хаос достигли очень высокого, очередной раз достигли очень высокого расцвета. Когда каждый крупный землевладелец, ну, господин его назовут. В общем, все похоже. Названия могут быть разные. Барона. Феодал, барон. Как хотите. Вот все то же самое. Воевал с соседями. Все воевали со всеми. Была очень напряженная обстановка. Но император сохранялся, надо помнить. Император всегда, как символ, как знак. Позади были ранние сёгунаты, эпоха ранних сёгунатов. Сёгун – это военный правитель, который совершенно не свергает императора, а просто отбирает у него реальную власть. Император вот тем самым солнцем, небом остается как символическая фигура. Как капец при мировингах. Да, и начали с большой силы эти самые сёгуны, а закончили тем, что и они уже безвластны. И неясно, какой же будет найден выход, кто получит эту реальную власть. И её получат те персонажи, о которых мы будем говорить сегодня. Итак, родился Томи Хиде-Йоси в деревне Накамура, провинции Аварии. Ныне эта бывшая деревня находится в черте города Нагоя. А провинции Аварии в 1536 или 1537 году всегда расходятся немножко источники. В семье, видимо, крестьянина, скорее всего, возможно, слуги, ну и совсем смелые предположения мелкого самурая. Может быть, о самураях речь впереди. Может быть, его отца можно так назвать. Ибо его отец, Кенасито Яймон, участвовал в междоусобных войнах. Видимо, был пехотинцем, солдатом. Ранен в ногу и вернулся в деревню и снова стал крестьянствовать. То есть, воин, назовём его так. Вот воин, да, рядовой. Пехотинец. К тому же хромой. Да. Мать Нака тоже из деревни по соседству. Но потом, по мере того, как Хиде-Йоси продвигался к власти, вокруг неё именно создали сказку, миф о том, что она, видимо, из знатных ссыльных. Там тоже были знатные ссыльные. Ссыльные. Я же говорю, всё похоже. Сосланных в эту глухую деревню за какую-то провинность. И она оттуда. А потом временно служила у богатых людей и даже якобы при дворе. Но серьёзные исследователи считают это мифом. Это было придумано потом великим её сыном. Когда сын стал великим. Тойотоми Хиде-Йоси звучит для нас непривычно, но несложно совсем. Но надо сказать, что в Японии был ужасный обычай менять имена в течение жизни. И мы можем... Сначала я очень мучилась с этим. При рождении он был назван просто Хи-Йоси. Хи-Йоси – это имя. Хи-Йоси, да. А Тойотоми – это аристократическая фамилия, которую он получит от императора, чтобы приблизиться к этим вершинам власти. Маленький Хи-Йоси. Так, маленький Хи-Йоси даже. Во время совершеннолетия его стали называть киноси Тато Кини. И некоторые авторы вот в 2008 году вышла книга некоего переводная Даниэля Елисеева, видимо, из русских эмигрантов, потому что её оригинал на французском. Называется «Хи-Йоси. Строитель современной Японии». Ну, автор уж посетил, прямо уж современный. Но, во всяком случае, автор влюблён в своего персонажа, много рассказывает о его жизни в полубилитаристической манере, но очень интересной. И есть серьёзная научная монография нашего историка, очень известного отечества, Ахмеда Ахмедовича Искендерова. Тойотоми Хи-Йоси, она называется строго, академически, издана в издательстве «Наука» в 1984 году. Там фундаментальнейшая биография со многими заходами в общеисторическую обстановку. В совершеннолетие он получил другое имя, Киносито Токини. В 26 лет женился и взял имя Хи-Йоси, который уже остался при нём. Фамилии тоже менялись. Во всяком случае, Тойотоми он получил от императора. И последние 12-13 лет своей жизни только он вот так полностью и назывался Тойотоми Хи-Йоси. Жизни в верхах при власти. А пока детство. Деревенский мальчик. Никуда не уйдёшь от разговора о детстве. Было у Ивана Грузного тяжёлое детство, безусловно. И очень кровавое, страшное, в страхе перед этой боярской оппозиции, без отцовщины, страх за жизнь, за положение матери. Но в знатных слоях и без голода. А у этого голодное детство. Когда ему было 8 лет, умер его отец. Мать вышла замуж второй раз. И получилось, что в семье четверо детей. Двое от первого брака от его отца и двое от второго брака с этим отчимом. Отчим крайне неприязненно, видимо, даже с ненавистью относился к этому старшему Хи-Йоси или Хи-Йоси. И было за что? Почему? Во-первых, он старше из этой четвёрки. Он не его. А в семье и так голодно. И, видимо, есть ещё один для средневековья очень понятный резон. Он внешне был удивительно нехорош. Как говорят современники, не один современник почти уродлив. И его прозвище – косару, обезьяна или обезьянка. И всю дальнейшую жизнь друзья его звали ласкательная обезьянка. А враги – чёрная обезьяна, злобная обезьяна, коронованная обезьяна. И при этом подвижный, шустрый, быстренький. И вот внешность отталкивающая для средневекового человека очень красота – это достоинство, которое признают совсем не так, как в наше время. Во-первых, и отношение к красоте другое. Каноны совершенно изменились. Там были строгие каноны красоты. И если человек ему не соответствовал, это вызывало даже некоторое отторжение. Это как бы отступление от какого-то промысла богов или богов. Что-то в нём не так. И вот его родители отправили его в храм. То есть отчим. Отчим и мать, да, родители. Избавились. Избавились. Это программа была, программа или традиция. Мы скажем сегодня программа, а тогда традиция под названием Кутихираси – сокращение ртов. Какое выразительное название. Программа сокращения ртов. Когда в семье четыре рта, этот старший, да ещё уродливый ротик, отправили в храм. Как он там жил, мы не знаем. Но вряд ли очень хорошо. А в храм что делать? Учиться? Это школа была? Прислуживать и научиться основам грамот. Сократить рот. И, конечно, работал. И, конечно, работал. Там все работают. Его за это кормят. Но в возрасте 15 лет он бежал оттуда, скитался, кормился случайными заработками. Есть версия, что побывал в разбойниках. И, скорее всего, с этого его... Он там прошёл какую-то тренировку. Которая пригодится ему всю дальнейшую жизнь. Рубил лес. Пытался торговать по мелочам. И на дороге случайно встретил своего первого благодетеля в 15 лет. Ну, условно назову. Самурай средней руки. Самураи – это сословие, которое в это время формируется. Которое достигнет, станет закрытым, замкнутым, о чём мы все слышали, именно по воле Хидеоси. Он, вырвавшись с самураей, хочет, чтобы другие этого не сделали. А в его времена они все выходцы из крестьян. Это крестьяне, которые послужили в чём-то войске, научились кем-то военным приёмам. И он встречает этого человека, самурая средней руки, Мицусито Кахей. А Мицусито сначала не понял, кто это – ребёнок или обезьяна. Это тёмное лицо, эти смутные черты лица, при безумной подвижности, очень выразительно, он не понял, это занятная обезьянка или ребёнок. И это существо он взял в свой дом. Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим сегодня, вам начинаем рассказывать про Тойтоми Хидеёси, человека, которым вы, наверное, мало знали. Я напоминаю, что вы можете направлять свои вопросы. Идёт видеотрансляция сразу после новостей и рекламы. Мы продолжим разговор о том, как начала подниматься звезда этого крестьянского парня, полубандита, полунищего, подобранного средней руки самурая. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите канал RTVI, вы смотрите трансляцию в интернете через сайт «Эхо Москвы», через Рутюб программы. Всё так, Наталья Ивановна Басовская. Мы сегодня говорим о Тойтоми Хидеёсе. Это я не ругаюсь, это имя такое. Я сразу хочу сказать, что мы задали вам вопрос, какая религия наиболее популярна среди японцев. Мы принимали два ответа, потому что мы принимали и синтаизм, и буддизм. Хочу сразу вам сказать. Я нашёл, что синтаизм 71%, буддизм 84%, и того 157% японцев этой религии исповедуют. Особая японская математика. Да. Мы разыгрывали книгу Луи Фредерико «Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи» издательства «Молодая гвардия» и наши победители. Мы остановились на том, Наталья Ивановна, что вот этот наш 15-летний герой... Мальчика подобрали. Да, подобрал, подобрал человек... Мацуси Та Кахэй. Это и самураи, а ещё самураи. Да, самураи. Самураи средние руки. Кто такие самураи? Военные сословия в Японии вот этого нашего времени, но начиная с 12 века, 12-16 век, называются «бу-си», что означает просто «воин». «Бу-си». Дружина богатого феодала, вербовались из крестьян. Ко времени, о котором мы говорим, они выработали себе особый кодекс чести, абсолютно так же, как западноевропейское рыцарство, к примеру. Кодекс чести, не писанный, но строжайший. Буквально, буквально, Бу-си-до переводится «путь самурая-воина». У него должны были быть три основные доблести. Опять вспоминаем европейское рыцарство. Прямого противоречия нет. Ти – мудрость, Дзин – гуманность. Наши европейские рыцари кровава расправляются, сопротивлявшиеся со многими врагами и не вполне врагами, тоже говорили, что они за справедливость, благородство. И ю – коротко называется главное качество – храбрость. Но было у них еще отличительное обстоятельство. Это также продекларированные и на Западе готовность умереть за своего сюзерена, который здесь понималось иначе. На Западе им надо было в бою умирать за сюзерена, и если надо – умирай. Но здесь не так. Если сюзерен трагически погиб, преданный настоящий самурай, его воин, должен покончить с собой. И отсюда знаменитая традиция сипука – это лишение себя жизни путем срезания живота. Есть более простое название – харакиви. Это целый ритуал, который торжественно оформляется, производит довольно жуткое ощущение. Но вот приобщенность к этому ритуалу отделяет их. Элита все больше отделяется от простых. Ну и есть искусство самообороны, самозащиты, которую разработали эти самые самураи – дзюдо. Но крестьяне в ответ тоже пытались разработать свою самозащиту. Это в основе того, что потом будет каратэ. То есть с оружием и без оружия, но идет отделение этого слоя. Его покровитель Мацусита не был ни безумно богат, ни безумно знатен. Но все-таки примерно три года при его, так сказать, дворе в его доме, скорее, провел время Томи Хиде-Йоси. Почему ушел не вполне я? Да, там он пережил обряд инициации, то есть повзросления, 16 лет, когда ему выбривают голову или половину головы этому юноше. Он получает взрослое имя, имя обязательно меняют. Может быть, получил здесь самурайский меч, а может быть, нет. При следующем великом своем благодетели он точно станет самураем. Ушел официально по такой версии. Его благодетель Мацусита прослышал, что можно добыть именно в родной провинции, откуда происходил Хиде-Йоси, в его краях как бы появились новые виды вооружения, новые доспехи. И очень хотелось иметь эти доспехи, потому что в отличие от традиционных кожаных, это доспехи провинции аварий металлические, значит, гораздо более ценно. Ему дали денег, ему уже доверяли очень сильно и отправили в провинцию аварий на родину. Нашего героя. За этими, да. Нашего героя отправили за этими доспехами. Ну и дальше так, как всегда в этих средневековых источниках, не очень точно, но что-то вроде того. Ни сам, ни деньги не вернулись. Ну и встретила я разные пересказы из источников. Скорее всего, деньги эти он потратил, доспехи купил, но не благодетель о себе. Но забегая вперед, скажем, что безнадежно неблагодарным в отношении Мацусхита он не был. Когда он достигнет высокой власти, он первого благодетеля вознаградит. Больше, чем доспехами, поместьем и землей. А но пока все-таки деньги-то он присвоил и не вернулся. Почему не вернулся? Да ясно, в общем-то. Стал искать более высокого покровителя. Он многому научился. Он понял, что он цепкий человек. И нашел в лице знаменитейшего человека того времени по имени Ода Набунага. Это совсем другой уровень. Это другой. Это почти царь, так по русским масштабам. Объединитель номер один в японской истории находился у власти, высшей власти, 17 лет. И Ахиде Йоси будет потом у высшей власти 16 лет находиться. Фактически диктаторское правление, во время которого Ода Набунага и упразднил Сёгунат, устаревшую, когда-то он хорошо поработал, этот Сёгунат, на сплочение земель на подавление сепаратизма, скажем. Ахиде Йоси оказался у него на службе и провел, появился до того, как Ода стал величайшим за 10 лет, пережил вместе с ним это высшее восхождение, провел много времени на его службе. В общем-то, это его решающий трамплин по дороге к высшей власти. Что же он делал на этом трамплине? Он попал к нему в услужение около 18 лет. И первая его должность была, скажем, невелика. Она звучит как носитель сандалий. Вот чего начинали подчас великие правители прошлого. Какой же он носитель сандалий? Ну, скромнее некуда. Как же удалось ему выдвинуться? Во-первых, он проведет на службе Ода-Набунага всего 27 лет. Это очень много. Пол жизни. Он будет меняться вместе с Ода-Набунага. Он выживет под железной рукой Ода-Набунага. Потому что Ода, все утверждают авторы, по сравнению с Хиде Йоси был свирепей раз в 10. Ну, например, он вышел, смотрит, идут какие-то ремонтные работы у него в замке. Не понравилось, как работает какой-то рабочий. Он тут же лично мечом сносит ему голову. Японские мечи это было что-то особенное. Над мечом могли работать 10 лет. Мечи ценились много, дороже золота. И вот таким мечом, со свистом, одним движением срубается голова. Как же выделился Ода? Как он выжил под этой железной дланью? Вот я выделил несколько ступеней в его восхождении и ступеней, которые рисуют его многоликую натуру. Это не значит, что она очень хороша, но она яркая. Я начала бы первую его ипостась назвала бы успешный хозяйственник. Очень неожиданно. Он начал... Да, Ода, Ода, Простите, Томи Хидеоси. Он успешный хозяйственник под железной рукой Ода. Потому что выделиться сразу как воину, это было нереально. Ода Набунага окружен блистательными военными полководцами. И для них наш Хидеоси довольно долгое время, так как мы сказали по-русски, гражданские выскочка. Но это был единственный путь, на котором он мог отличиться. Шел ремонт обвалившихся укреплений в резиденции Ода. В резиденции, которую он очень ценил. Ремонт шел плохо. Не так мы сильно все отличаемся. И вот Ода взялся и за три... Простите, Хидеоси взялся. Ода разрешил, поручил ему. Ну вот займись, носитель сандалий. Недавний носитель сандалий. И Хидеоси за три дня так мобилизовал рабочих, так лично сам со своей этой верткостью, шустростью, подвижностью во всем участвовал, что за три дня произошло чудо. А Ода Набунага умел ценить такие чудеса. Ода был потрясен, а Хидеоси был замечен. И вот есть версия, что именно за это он был, пожалуй, самураи, что, конечно, вызвало насмешки военных. Но какой он военный? Впереди, все впереди. Вторая его ипостась, где он себя проявил, все еще не полководческая. Трудно было дотянуться этому вчерашнему носителю сандалий из крестьян до полководца. Он отличился в том, что я условно назвала военное строительство. Чуть-чуть с улыбкой. Это 1566 год. В одной из своих войн Ода, а Ода воюет все время, Ода поручил Хидеоси создать укрепление на болоте. Он возвел его за ночь. Умел построить людей. Умел... Ну вот, хозяйственник, строитель без всякого специального результата. В результате, штурм, успешный штурм замка, который казался непреодолимым, на болоте нельзя ничего было возвести. Он это сделал. И вот он же к нему относится иначе, с неким уважением. Но третья ступень Хидеоси превращается в одаренного полководца. Что, конечно, главное для самурайской среды. В составе армии Ода Набунага, своего великого покровителя, с которым он все ближе и ближе, в 70-х годах 16 века Хидеоси, бывший скромный носитель сандалий, участвует в важных военных операциях. В нем пока не видят воина. Но в походе в 1570 году против правителей северной провинции из рода Асакуры Хидеоси оставлен прикрыть отступление. Он оставлен на верную смерть. В общем-то, по японски элитным самурайским понятиям нормально. Надо. Умри в этом арьергарде. Ну, вспомним песню о Роланде. Перенесемся в Европу. Ну, восьмого века, но литературный стиль сложится, и литературная основа этого произведения сложится в рыцарский век. А в 12-13 веках в чем там суть? Карл Великий поручил графу Роланду прикрывать арьергард. И граф геройски умирает, прикрывая. Этому тоже поручили героически умереть. Но наш шустрый Тойотомихи де Йоси... С отвратительным характером. ...дошел какой-то выход. И к изумлению всех вернулся в Киото живым, невредимым. И спас... Ему 33 года в это время. Спас армию. Защитил отступающую армию Ода Набунага. Вот все. Теперь он признан. Теперь он в этой элитной самурайской среде признаваемый человек. Его те ступени восхождения уже не так важны, что он начинал с лугой. Потом строителем, ремонтником, мы сегодня скажем, хозяйственником. Потом инженерные его открытия, они еще раз проявятся. Да и не раз проявятся в его жизни. Но это все не так уважаемо. Но вот он, воин. Воин, который был готов умереть, когда ему велел умереть Сюзерен. Но который сумел не умереть и защитил войско, он, почитаем. И вот он уже полководец. И это его приближение к вершинам власти. Ибо в этой средневековой, в зените средневекового, восточного, феодального, уже феодальная инфраструктура есть государство. Путь к высшей власти идет только через войну, только через полководческие достижения. Все эти сёгуны – это военные предводители, это военные главнокомандующие страны. И вот он в течение нескольких лет командует, мы бы сегодня сказали, группами войск. Я применяю не японские выражения, но чтобы нам было понятнее. Участвует в самой знаменитой, наверное, битве времен Ода-Набунага, битве при Нагасино, когда аркибузы. Ода был прогрессивным военным, жестокосердным человеком, но военным до мозга костей. И он первым своё войско, можно сказать, модернизировал, поставил пехотинцев с аркибузами над традиционной конницей. И аркибузы Оды победили знаменитую конницу рода Токеда. Это оказалось неожиданно. То есть, это было первое применение огнестрельного оружия? Первое такое масштабное. Масштабное. Оно пришло к ним довольно давно. Огнестрельное оружие пришло к японцам от португальцев. Которые первыми проникли в Японию. И довольно долгое время имели монопольное право на торговлю с японцами. На, прежде всего, поставку вооружения. И поэтому нельзя сказать, что они впервые увидели огнестрельное оружие. Нет. Оно имелось. Но превратить его в основу вооружения. Ну, сравним. Наивно и просто, зато очень доступно. Как лихих конников времен гражданской войны и танки. Ведь довольно долго сравнивали поклонники лихой конницы Буденного и Ворошилова. И им казалось, что никогда ничто не превзойдет. Здесь, правда, наоборот. Конница... Да нет, и не наоборот. Здесь тоже отодвигается лихая конница. По сравнению с пехотинцами, вооруженными аркебузами. Что интересно, что Одана Мунага и, соответственно, естественно, его полководцы использовали иностранных военных советников в этой битве. В частности, португальских иезуитов. Которые и предложили ему, так же, как в Европе в то время, расставить этих аркебузиров в три шеренги. Чтобы они стреляли непрерывно, сменяя один другого. Очень важны были просветы. Без пулеметный огонь, я бы сказал. Очень важны просветы между воинами, грамотное построение. Чтобы в тот момент, когда идет долгая перезарядка, полили другие. То есть, это уже настоящее военное искусство. Но всадник на коне. Вот в нашей студии сейчас есть картинка. Это, кажется, сам Хиде Йоси изображен. Это его шлем из 29 лепестков, что-то там символизирующее. В Японии вообще все что-нибудь символизирует. Вот когда я упоминал о том, что эта страна крайняя, отступать некуда, ведь им чем-то надо было это компенсировать. Отсюда такое высокомерие совершенно невероятное, что они страна корня солнца, Нихон, потом Ниппон, Япония, где рождается солнце для всей земли. То есть, они важнее всех. Вот это психология крайних. И что важно сказать еще, что после этой битвы уже каждый провинциальный правитель начинал создавать свои элитные отряды аркебузеров. И через 10 лет, 20 лет аркебуза ценилась выше меча. Это XVI век. А до этого меч был величайшим чудом, символом. Это не просто предмет. Вообще, страна символов. Очень удивительно, что с глубокой древности у них было три символа высшей, ну, царской власти, потом ставшей императорской, божественной. Три предмета. Меч номер один, это ясно. Яшма, что мне, не вполне для меня объяснимо. И зеркало. Это вот символы высочайшей власти, три священных сокровища. И меч, который входил в священные сокровища японских императоров и так далее, все-таки вытесняется аркебузой. Огнестрельное оружие, конечно, как в Западной Европе введение огнестрельного оружия было концом западноевропейского рыцарства. Это, в общем-то, был конец. Когда пушки пробили неприступные стены замков, совершенно изменилась ситуация тех, кто засел в замки. И считают себя непобедимыми. Если есть еда и вода, то они пушки пробьют. Когда огнестрельное оружие становится более ценным, то рыцарь со своим мечом, продающий свой меч всяким сузеренам, он превращается в сословие, которое угасает. Нечто подобное происходит и здесь. И процессы совершенно не так разительно отличаются, как это могло бы показаться на первый взгляд. А теперь про дезертирство. На следующий год после знаменитой битвы. Как вода мог простить дезертирство? Да, как он смог. Не мог, а смог. То есть, за 25 лет примерно службы этого бывшего, низшего слуги, он доказал, насколько он ценный личность. Насколько он self-made, как мы скажем сегодня. И как много он может из себя извоять. И как он может пригодиться. И вода, когда решил его не казнить за дезертирство, о котором сейчас скажу, он сказал, он пригодится. Это был мудрый деспотический правитель. А дезертирство, конечно, не совсем дезертирство. Дезертирство. А характер его опять сыграл. Он проявил характер. Штаб обсуждает военную операцию, с которой Хидеоси не согласен. Он считает... Он помощник главнокомандующих. Он уже может высказываться. Он в самых верхах. И он говорит, надо не так, а так. Но по-японски приказ есть приказ. Принято решение действовать так, как ему приказывают сверху. И он совершает дикий поступок. Он покидает штаб. Просто уходит. И это можно назвать дезертирством. Операция была проиграна, как он и предсказывал. Но голову ему с плеч снести могли. Если бы мудрый Ода, которому уже не так много, кстати, оставалось жить на этом свете... Да, но не так много. И пойдет он в результате совершенно гнусного предательства, если бы он не сказал. Он еще пригодится. Важная история. И вынес ему выговор. Или плеч долой. Обругал и все. Взыскание. Да, взыскание. Скажем так, дисциплинарное взыскание. Рубежный, роковой и счастливый. Роковой для Ода, великого покровителя Хидеоси. И счастливый для Хидеоси. 1582 год. Теотоми Хидеоси, как всегда, на войне. Он воюет по приказу своего покровителя и господина. Ох, наверное, в душе он думает, я сам могу. Потому что он сейчас же это скоро проявит. Против знаменитого рода мори, закоренелых врагов, Ода, противников централизации. Ему приказано попробовать взять неприступный замок Такомацу. Его взять нельзя. Я это очень понимаю. По средневековым все-таки понятиям были неприступные крепости. Например, монастырь Монсен-Мишель в Нормандии, который за 25 лет английской оккупации во второй половине столетней войны не был взят англичанами. Он еще и на острове. А здесь остров, наоборот, создаст Хидеоси. Взять нельзя. Что придумал Хидеоси? Опять это его инженерная жилка. Опять это его инженерное творчество. Он приказал разрушить дамбы вокруг. Многочисленные реки пошли совершенно по другому речушке. А их там было много. По другому руслу. И замок превратился в остров. И он уже отрезан от всех коммуникаций. Он сейчас должен пасть. Вот, сейчас он будет взят. То, что нельзя было сделать. И в эту минуту приходит известие о гибели великого патрона нашего Хидеоси. Ода Набунага совершил сцепуку в результате предательства. Как обычно в то время и было. Тойотоме Хидеоси 48 лет. Надо только сказать, что вот это предательство было совершено одним из генералов. Который был по рангу равен Тойотоме Хидеоси. Абсолютно. Это Кэти. И был близкий. Да, также был близок. А Кэти, Митюхиды. Они могли поменяться местами. Тут мог быть наоборот. Все могло быть наоборот. Чего? Хидеоси как раз взлетит на том, что он мгновенно... У него шустрые были мозги при обезьянной внешности. Мгновенно объявляет себя мстителем за предательство. И что он отомстит этому Акете Митюхиде. И он мчится в Киото. Но есть и другие желающие отомститься. Ох да уж. Их таких мстителей-то немало. И самый главный соперник в этом стремлении отомстить... Мстить. Это Токугава Иясу. И Иясу, который... Вот правый образ этого романа Сёгуна и так далее. Человек, который сменит потом Хидеоси. Они мчатся на перегонки. Кто первым свершит мщение, Хидеоси так гонит своих солдат. Но при этом убийца, вот этот самый изменник, получил аудиенцию императора. Объявил себя Сегуном. Или Сегуном, как хотите. Сегуном, да. И Хидеоси мчится для того, чтобы уже, извините, бороться с тем, кто себя провозгласил военным правителем Японии. Это не просто так. Когда на карту поставлено всё, Хидеоси страха не знает. Несколько сот километров его солдаты при его личном участии промчались за три дня. Такой скорости не развил ни один другой конкурирующий мститель. И начинается то, что я опять условно назвала, поставив всякие кавычки, мститель или кровавый путь к высшей власти. Три дня бегом. Всех обогнал. Он первый в Киото. И он идёт войной, да, на этого самого Акете. Митсухиде, рискуя, что всё-таки он посягает уже на особу, которую признана. Признана императором Сегуном. Да. Ничего его не останавливает. Ничего не боится. Уже. В ранге этого великого благородного мстителя он стравливает сыновей покойного благодетеля, Ода-Набунага, объявляет наследником его трёхлетнего внука. Внука от погибшего сына. Да, ну и с внуком тоже расправится. Но это потом, но вы уже... Он расправится со всеми. Это только начало кровавого пути, подробности которого будут началом нашей передачи в следующую субботу. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Всё так». «Всё так же». В Москве 18 часов и 8 минут. Добрый вечер. Это программа Натальи Ивановны Басовской. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Это вторая часть нашей истории, нашего героя. Это и томихи де Йоси. И в первую очередь я хотел бы, как всегда, во-первых, поблагодарить одного нашего слушателя из Киева. Юрий из Киева рекомендует нашим слушателям нашей передачи книгу «Есикавы. Честь самурая». Роман Эпопея. Перевод Топорова. Издательство «Центр Полиграф. 2000 год». Он пишет, правда, что эта книга содержит много исторических подробностей и действующих лиц. «Художественная жизнь» и описание Таятоми Хидеоси. Правда, от избытка подробностей читается скучновато. Но, тем не менее, запомнили «Есикава. Честь самурая». Это о нашем герое. Это раз. Второе. Вы хотели рассказать, как вы сделали женщину мужчиной. Или наоборот. Хочу принести свои извинения прямо по кинокомедии. Джексон оказался женщиной. Я в прошлый раз называла книгу Даниэль Елисеева и говорил о нем как о мужчине. Но Даниэль Елисеев – это женщина. Даниэль Елисеев. Еф. Потому что она живет во Франции. Из потомков, прямых потомков, владельцев Елисеевского магазина, эмигрировавших во Францию. Прошу прощения. Книжка очень хорошая. Называется «Хидеоси». Основатель современной иконы. Переведена на русский. Переведена на русский язык в 2008 году. Это два. И, наконец, три. Мы, конечно, как всегда, разыгрываем 10 книг с Натальей Ивановной. Мы предлагаем вам выиграть книгу издательства Евразии в 2008 год. Называется «Книга самурая». Среди них, среди авторов – это все японцы, естественно. Может быть, менее известные вам Дайдодзи, Цунетомото, но точно известные вам Мисима. Вот такой сборник новелл, рассказов, произведения о самураях. Книга самурая мы разыграем. Итак, вопрос очень простой. Разыграем книгу самурая в 10 экземплярах. Как зовут нынешнего императора Японии. Назовите имя нынешнего императора Японии. Наталья Ивановна Басовская в содружестве с Тайтоми Хидеоси. Мы его оставили как раз в тот самый момент, когда он движется на столицу. Острый, яркий момент его жизни. Вот здесь он пролагает себе дорогу к высшей власти. Все-таки его путь был достаточно долгим. Он из крестьян, из простых, затем слуга, носитель сандалий при Ода Набунага. Это невеликая должность. Но он проявил таланты, о которых мы говорили в прошлый раз. И талант строителя, хозяйственника, ремонтника, инженера, можно сказать. И, наконец, воина. Что и стало основой его взлета. Что он полководец у Ода Набунага, великого тоже объединителя Японии и предшественника Хидеоси. Внезапная смерть Набунага поставила вопрос, кто сменит великого правителя. И вот здесь, под флагом, под знаменем моральным мстителя, он мчится в Киото, в столицу. А это и есть его кровавый путь к высшей власти. Потому что мчатся еще и другие претенденты. Среди них самый опасный, самый серьезный, Токугава и Ясу. Тот, кто со временем сменит. Именно он сменит Хидеоси и посадит свою династию на бесконечно долгое время. 264 года династия Токугава, клан Токугава, будет у власти до середины 19 века в Японии. А пока Хидеоси его перегнал. Он обогнал и Ясу, Токугава и Ясу. Он за три дня со своим войском проскакал, промчался, пробежал, прополз, пролетел. Несколько сот километров. Попал в засаду. Были на пути засады. Преодолевал. Казалось, все, в этой засаде он погибнет. Но вот это то, что его с юности, с детства называли Юрким, и отсюда еще и обезьяна, и внешность его обезьяния. Он опять как обезьянка ускользнул из, казалось бы, безнадежного положения. Предателя, именно предателя, который предал Ода Набунага, Акети Мицухиде, прошу прощения, разгромил. Мицухиде убит. Схватился с еще одним претендентом. Сибата Кацуи победил. И вот как он сам, Хиде Йоси, описал. Это как раз из книги... Он научился писать? Он научился писать. Он писал и даже обсуждает его стиль. Что он не самый высокий, не самый утонченный. В японском языке есть много уровней письма и сложности иероглифов. Что он высшего не достиг, но вполне, я надеюсь, что успею сегодня, завершая рассказ о его жизни, процитировать его прощальное стихотворение. Он писал даже стихи, а это высший класс. И вот он дает описание. В его глазах, видимо, литературное описание конца его соперника Кацуи. Кацуи, это 1583 год, напомню, в книге как раз Елисеев, в книге Даниэль Елисеев, приводится это описание, перевод этого письма. Он подчеркивает Хиде Йоси в этом описании, что он победил этого соперника, но он его уважает. Слушаем. Голос Хиде Йоси. Он пишет о сопернике. Он поднялся на девятый этаж своего донжона. Ну, донжон в Западной Европе, это башня в центре замка, а здесь, видимо, весь замок имеется в виду, в верхней его части. Примерно то же, что в Европе. Откуда обратил несколько слов к тем, кто собрали снизу, и объявил о намерении покончить с собой, очень по-японски, чтобы послужить примером грядущим поколениям. Его люди, потрясенные, промокали слезы рукавами одежд, надетых поверх доспехов. Такие типа траурные одежды. Когда повсюду воцарилось безмолвие, Кацуи убил свою жену, детей, прочих членов семьи, а потом вскрыл себе живот одновременно с восьмью десятью из его вассалов. Страшный, леденящий кровь сцены. Описано с таким спокойствием, как нормативное поведение, ибо оно действительно было нормативным. Нормативное, да. Оно нормативное. И вот он, желая подчеркнуть, что ушел его соперник достойно, дал от своего лица это описание, знак уважения. Претенденты на то, чтобы принять власть от Ода Набунага, стравливают сыновей, несколько сыновей Набунага. Своего благодетеля. Своего благодетеля. И объявили наследникам, как бы готовые сойти все на этом, трехлетнего его внука. Как понятно. Как понятно и в Японии, и в Европе. Младенец или сумасшедший на троне – это идеал. Это идеал и в Западной Европе был в пору средних веков. Трехлетнего внука объявили наследником, и Хиде-Йоси отправил сыновей в монастырь, а внука – в замок Гифу. И, как пишут специалисты по истории Японии, цитирую, «с тех пор его никто не видел». Внука. Трехлетний. В сущности, перед Хиде-Йоси открылась совершенно неограниченная власть. У него остался один потенциальный враг – Токугава и Ясу, очень опасный, который со временем своим кланом займет, конечно, высшую власть, будет исполнять долго высшую власть. И, чувствуя, что ему не одолеть Токугава и Ясу, Хиде-Йоси с ним поладил. Каким образом? Он обменялся с ним заложниками. Отправил к нему в заложники свою мать. Замечательная, добрая. Обожаемую. Вот добрый человек. Он обожал свою мать, да подчеркивал, как он ее обожает заложницей к Иясу. И Ясу в ответ был столь же любезен. Отправил своего сына заложником к Хиде-Йоси. В сущности, здесь Хиде-Йоси породил, основал систему заложничества. Он будет ее поощрять еще и по поводу земельных реформ. Я потом процитирую документы. Система имела название Санкин-Катай и стала нормативом взаимоотношений, примирения, противоречий в той немыслимой борьбе всех против всех, каким был вот этот XVI век. Хиде-Йоси занял должность. Он нашел себе хорошую должность. В силу своего происхождения он не мог назваться Сёгуном. А надо напомнить, что он из крестьян. Из крестьян. Ну, там воина, крестьянина. Крестьянина, воина. В общем, это через дефис. И стать Сёгуном он не мог. Как его предшественники, реальные властители Японии в достаточно отдаленном и не столь отдаленном прошлом, он не мог. Он мог бы это сделать, если бы он был усыновлен, практика была принята, кем-то из потомков этих Сёгунов. Да, из их семейства. Они вдруг неожиданно заортачились. Никто. Не нашел никого? Не нашел. Что удивительно. А может быть, решил, что лучше то решение, которое он придумал. В 1585 году он объявляет себя регентом Кампаку при безвластном императоре. И еще берет себе вторую должность. Сказалось бы, уж куда. Ну, регент Кампаку. Кампаку становится такой вот должностью. Все знают, что это реальная власть. Но плюс. И главный министр Дайдё Дайдзин. Вот это Дайдё Дайдзин было символом того, что в его руках всё. Он сейчас подтвердит свою высшую власть, которую он обрел. Вот ему 48 лет. Он обретает эту высшую власть. Регент Кампаку и Дайдё Дайдзин. Соединяет в своих руках. Соединяет в своих руках всё. И будет занимать этот пост в течение ближайших 13 лет. Наталья Ивановна Басовская, Еха Москвы. Всё так. Я пытался найти для наших слушателей объяснить, что означало это совмещение должностей. В общем, грубо говоря, это премьер-министр плюс министр двора. Плюс глава администрации. И над ними символ императора. Да, да. Вот глава администрации императора. И премьер-министр. Путин плюс Марышкин. Переводим на современный язык. И никакой думы. Никакой думы. Никаких дум. Но император существует. Император есть. Это символ. Я как раз хотела рассказать о визите императора. Это потрясающее событие. Оно произошло в 1587 году. То есть, вот он уже побыл в высшей власти и решил, что логично, вот начинается логика его безмерного возвышения, которое приведет к его полному нравственному разложению и падению. А именно, он решил показать, продемонстрировать то, кто он, с помощью того, чтобы добиться визита к нему в его дворец императора. Конечно, он построил собственный замок в Осаке, да? Построил потрясающий замок в Осаке, но пригласил императора в другой. Не туда? А, нет. Усадьба-замок грандиозного размера в Киото Джуракудай. В нем потом произойдет большая трагедия. Джуракудай был нерезиденцией. В замке в Осаке он себя чувствовал в безопасности. Да, это был его домашний замок. Да, это замок, построенный из громадных плит, сопоставимых с плитами, камнями, из которых сложены древнеегипетские пирамиды. Вся Япония таскала эти камни, когда строилась... Это цитадель в Осаке. А вот здесь он построил Джуракудай для изящества. Дворец. В другой раз дворец. Для изящества и красоты. Дворец заполнен прекрасными вещами. Драгоценными произведениями искусства. Многие из которых из Китая, считающиеся верхом изысканности. Золото. Драгоценные произведения искусства. Росписи стен и этих передвижных ширм, которые так любят японцы. Последние 150 лет императоры Японии, эти символы, живые боги, не наносили никаких визитов смертным людям. Они другие, императоры другие. 150 лет – большой срок. И вот, конечно, Томихи де Йоси, человек с непомерным честолюбием добивается того, что безвластный император по имени Гойотзей наносит ему визит. Торжества описаны подробно в источниках. Улицы заполнены народом. Процессия неспешная. Императора везут, несут. Где-то приостанавливается народ в восхищении, лицезреет живого бога. И он несколько дней проводит в этом его дворце. И что самое трогательное? Ну, феодалы славят императора. А Хи де Йоси делает императору ценные подарки. Император их принимает. Это земли, это дворцы, не император ему, а он императору. Вот это такая обратная связь. Это очень интересно. Человек, достигший высшей власти, не претендующий на то, чтобы быть сколько-нибудь равным этому богу, а наоборот, он подчеркивает, что бог принимает дары из его рук. Правда, надо сразу сказать, что этот император его переживет. А чего ему? Он не очень сильно нервничает, живет себе спокойно. И здесь надо сказать о том, какую он начал проводить внутреннюю политику. Внутреннюю, внешнюю. Ну, в общем, каково его правление уже в реальности. Почему, например, позволяет... Он не только полководец. Очень важно. Он не только полководец. Да. Он даже начинал как хозяйственник. И эта хозяйственная жилка в нем жива. Итак, внутренние реформы. Это действительно реформы. Что дало основание той же Даниэль Елисеев дать под заголовок своей книге? По-моему, преувеличенный, но все-таки создатель современной Японии. Надо только напомнить, что император рождения 1972 года. Значит, это у нас какой? 86-й, ему 14 лет. Он мальчик. Да. Он мальчик. У них юноша. Юноша, да. Итак, внутренние реформы. Самое главное, он создал некий так называемый земельный кадастр. Земля закреплена за основной массой крестьян. Но и крестьяне закреплены за землей. И при этом крестьяне за то, что они связаны с землей теперь прочно, отдают две трети урожая примерно по всей Японии. То есть, он дал крестьянам землю. Давайте скажем... Можно сказать так. Он раздал... То есть, те крестьяне, которые сидели на земле в момент реформы, они стали собственниками. Но они прикреплены, и на них страшные поборы. Начинаются бунты. Крестьянские, страшные, как все средневековые бунты крестьянства, этой тёмной поднимающейся силы, поднимающейся как бы со дна жизни, почвой вообще называли, навозными жуками крестьян в Европе. И здесь то же самое. И вот реакция Хиде-Йоси на бунты крестьян. Письмо Хиде-Йоси. Нужно, чтобы кадастр был составлен повсюду с большой тщательностью. Если его составляли без тщательности, это надо рассматривать как преступление. И он сообщает далее, что там, где не тщательно, взять в заложники жён и детей. И взяли в заложники его комментарий. Это мера хорошая. Нравится ему заложничество. Если же кто-то смеет противиться, дальше совсем хорошо, то если это владелец крепости, его надо блокировать в этой крепости и убить всех, не щадя никого. Если это крестьяне из самых презренных, их надо убить всех. Говорит бывший крестьянин. Именно бывший крестьянин, внутренне никогда не забывающий, откуда он, приказывает привести ещё перепись населения и закрепить сословные границы между сословиями, прекратить свободный переход из сословия в сословие. То, что сделал он, грубо говоря. Да. И больше так. Закрыть за собой дверь. Ребята, это прекращено. Я особенный. Я вырвался вот из этих низов, но это больше никому не будет доступно. А ведь это реформы, они очень серьёзные. Они вот реально очень серьёзные. Земельная реформа в такой стране. Напомним, что это у нас 16 век, когда крестьяне получают землю, но оказывается сами у себя, ну не крепостными, сами у себя прикреплёнными, когда сословия очень чётко разграничатся, это на самом деле сравнимо с петровскими реформами, безусловно, для России. Но вместе с тем... Почему? Зачем? Откуда у него это в голове? Воевать было мало. Там ещё мы будем говорить про войны. Он обустраивает Японию. Почему? Что случилось, что Японию надо было обустраивать по-другому, чем то, что было до него? Дело в том, что при ходу его к власти предшествовал длительный этап полнейшего политического хаоса, который всегда приводит к хаосу экономическому. И обложив крестьян вот этими поборами, две трети урожая, он обеспечивает прокорм воинов, воины обеспечивают порядок, таков его замысел. Кроме того, у крестьян есть обязанности, то, что в Европе называли гужевые повинности, и в России тоже, предусмотрено, записано, на какое расстояние они должны доставлять товары в города, из города что-то возить. Он эти расстояния всё время увеличивает, вызывая эти бунты. Это настоящая организация после длительного хаоса. Борьба за организацию. Она жестока, она тяжела. Но он хочет, чтобы порядок этот стал вечным, прочным, закрепляет сословные границы и проводит свой самый знаменитый, ну, в чём-то самый колоритный указ в жизнь об изъятии оружия у мирного населения. Это вот совершенно гениальная история для того, чтобы разделить сословие. Да. Крестьяне отныне не должны иметь никакого оружия. А самураям при этом разрешены вместо одного меча, как раньше, два меча. Указ называют об изъятии мечей. Прописано всё, что косы нельзя иметь, серпы, вилы, ножи. А как жить? Вот староста имеет склад в деревне и выдаёт подконтрольно эти острые орудия. А меч крестьянин не имеет права иметь теперь совсем. Вот теперь становится понятно, почему вот эти знаменитые фильмы и фильмы, фильмы «Семь самураев», почему деревни, общины вынуждены были нанимать воинов для защиты. Они не могли сами защититься. У них не может быть оружия. При этом опять оригинальная довольно у него забавная голова. Правда, не только у него, это что-то ещё и подобное было. Не всё сейчас вспоминаю. Моё знакомство с историей Японии увлекательное, но несколько стремительное. Хотя полностью увлекшее меня, я лезу всё глубже и глубже, мне всё интереснее и интереснее. Он оговорился, что это изъятое оружие, не подумайте, что я вот деспот внутренне, оно пойдёт на создание гигантской статуи Будды. Переплавят это оружие, металл, на скрепы, скобы для этой статуи, и что-то и на самом деле было сделано, чтобы превратить этот достаточно деспотический указ, разделяющий сословие, закрепляющий безоружность и бесправие крестьян, предотвращающие бунты, осенить чем-то божественным. Но при этом громит буддийские монастыри. Когда надо, громит. Но когда понадобилось, громит и христиан. Ещё его одно внутреннее деяние. Он рассорился с христианами. Он увидел в христианской церкви соперницу. Мы об этом поговорим буквально сразу после новостей. Наталья Ивановна Басовская в программе «Всё так». Это программа «Всё так». Алексей Венедиктов и Наталья Ивановна Басовская. Мы говорим о полководце, военачальнике, министре, правителе Японии 16 века. Это Итоми Хидеёси. Я вас спросил, кто нынешний император Японии, разыгрывая книгу «Самураи», книга «Самурая», в том числе собрание таких новелл. Издательство «Евразия, Москва, Санкт-Петербург 2008 год». В том числе там и новеллы «Мисимы». Значит, Акихита – правильный ответ. Мне некоторые вспомнили Хирохита. Но я должен сказать, вспомнила бабушка, как девушка была. Это Акихита. Наталья Ивановна Басовская и Тойтоми Хидеёси. Вот он. Внутренняя политика. Христиане. Остался один пункт. Да, значит, она вся логична и, между прочим, вполне коррелируется с подобными шагами великих собирателей земель и объединителей и в Европе. Совершенствовать государственный аппарат, совершенствовать управление. Ну, вот это вот разделение сословий шло там другим путём. Но результат примерно тот же. И столкновение его с христианской церковью, которая вызывает в литературе некоторые дискуссии и дебаты. Потому что не совсем понятно, что это вдруг. В лице португальцев христиане и миссионеры появились в Японии уже достаточно давно. И как бы никто их не трогал, они не пользовались безумным успехом масштабным, но существовали, кто-то к ним примыкал. И вдруг, вот именно вдруг, завладев этой необъятной властью, Хидеёси проявил нетерпимость в отношении христиан. Версия объяснения довольно логичная и понятная. Их много. Да, их много. Но логично звучит то, что он увидел в ней некое, в лице этой церкви некое соперничество. Люди, которые, неких соперников, пропагандируют, что есть великий бог величайший, это ещё ладно, но есть и величайшие правители. Ведь европейцев они называют западной варварой. И вот португальцы начинают рассказывать о великих правителях, испанцы, и в особенности вот о Филиппе II, что он величайший правитель. И как будто бы Хидеёси даже показали условную карту с масштабом великих владений Филиппа II. Ему это не понравилось. Это соперничество. Пусть где-то там, в немыслимой западной дали. И, в общем, он начинает притеснять этих не самых популярных в Японии христиан, но основа не самая идейная. Приводятся даже такие занятные соображения, что ему ещё и не понравились упорствующие девушки-христианки, которые не желали идти к нему в наложницы. А наложницами он в это время как высший правитель. Человек, начинающий с ума сходить от высшей неограниченной власти, обзавёлся совершенно немыслимым числом наложниц, которых очень мило ему подбирала его супруга Нене. Это всё очень как-то по-другому, чем, допустим, в европейских традициях. Но вот, конечно, версия про христианских наложниц – это наивно, это детские. Но собрав все обстоятельства вместе, может быть, можно и понять, что они в итоге его раздражили. Ну и, конечно, важнейшее действие, вторая сторона действий всех этих централизаторов, объединителей, что в Европе, то и в Японии здесь – это расширение территорий, над которыми они властвуют. Логично. Я отрабатываю механизмы властвования и расширяю то пространство, где эта машина действует. Ближайшие его шаги самые удачные достаточно в целом, и принесшие ему славу – это завоевание островов Сикоку и Кюсю к югу и юго-западу от главного японского острова Хонсю, где находится Киото, где его столица, где он сам. Он направляет туда огромные армии, от 100 до 200 тысяч человек. Завоевание идет непросто, нелегко. Вот, например, на острове Кюсю, который очень важен, экономически важен, для торговли, стратегически, как база флота, там соперники, там сопротивление, там царствует, можно сказать, ну, образно говоря, имеет большое влияние, огромное влиятельное семейство, семейство Симадзу. И когда Хиде-Йоси попробовал сначала с ними вступить в переговоры до прямых военных действий, вот какое письмо он получил от клана Симадзу. Хиде-Йоси захватил императора. Приказы, которые отдаются от имени последнего, вовсе не обязательно отражают желание повелителя. Этот Хиде-Йоси, полагаясь на удачу, которая в последнее время улыбалась ему, думает, что можно свысока говорить со мной, так обезьянья морда полагает, именно обезьянья морда, так называли его враги. Интеллигент, конечно. Обезьянья морда полагает, вот этого на Западе не случалось. Что принудит меня, или принудит, прошу прощения, вдруг задумывался, к повиновению, оскорбляя меня. Что за жалкий наглец? Вот непросто. Это тоже вассал императора. Это вассал императора, который не признает власти Хиде-Йоси. И вот после такого письмеца, после такого обмена любезностями, кроме войны, ничего не остается. Практически гражданская война. Конечно. Это война против сепаратистски ведущих себя магнатов. Но таких войн нет. Гражданская мы не применим к этой эпохе. Таких войн было очень много. Это войны сизырянов с вассалами. Ну, допустим. Ну, стотысячное войско, это не копия. Да, очень много. А их не так много вообще всего-то японцев. Всех собрал. Всех собрал. Скажу я в шутку. Короче говоря, завоевания эти состоялись и, видимо, совершенно вскружили ему голову. Потому что ему показалось, что он теперь может все. Плюс это неограниченная власть. Эти все высшие должности, которые он занял. Вокруг него лакейство, преклонение. Император – чистый символ. И у него возникают, как пишут его авторы, которые симпатизируют ему, где была его голова, появляются планы мирового господства. Правда, под этим миром он не понимает земли западных варваров. Он понимает Корею, Китай. То есть, это то, что известный мир, да? Корея, Китай. И, может быть, туманно известную Индию. Но он реальных размеров Китая не представляет. Об этом есть очень интересные данные. Да и, собственно, в это время твердых, строгих границ у самого-то Китая нет. Потому что Китай – это разные этносы, это многочисленные, прожившие очень долгую сложную историю. Это меняющиеся династии. Он плохо представляет. Но вот, что он пишет правителю Кореи, Вану, которая теоретически является, Корея, вассалом Китая. Значит, он решил напасть на вассала Китая. Для начала. Расправив крылья, как дракон, я покорил восток, устрашил запад. Что он имеет в виду? Это Сикоку и Кюсю. Как он расценивает покорение этих сравнительно небольших островов? Покорил восток, устрашил запад. Покорил юг и сокрушил север. Вот всё. Вот то, что он подавил сепаратизм феодалов. Быстрый и грандиозный успех сопровождал моё возвышение. Подобно восходящему солнцу. Вот тут он уже в императорские дела вмешивается в восходящему солнцу. Осветив всю землю. К себе солнца не надо. Это значит, он взорвался. Я соберу могучую армию и вторгнусь в Великую Мин. Это Китай. Холод моих мечей заполнит всё небо над четырьмястами провинциями. Он считает, что их четыреста. Это образ. Это значит много. Никто их не сосчитал. Если я приступлю к исполнению этого замысла, то надеюсь, что Корея станет моим авангардом. Путь же преуспеет в этом. Ибо моя дружба с вашей почтенной страной целиком зависит от того, как вы себя поведёте, когда я поведу свою армию против Китая. То есть он предлагает Корее добровольно сдаться, стать его союзницей, перестав быть вассалом Китая, в борьбе, потенциальной войне против Китая. Он ошибся. Он очень сильно ошибся. Но прежде чем сказать, какой крах он потерпит в Корее, тут всё переплетается одновременно. Он терпит два краха. Это крах домашний, семейный, личный. Боги, в том числе японские, по-разному наказывают за грех гордыни. Вот его наказанием было отсутствие наследника сына. Сколько у него было детей, никто не знал. И он не знал в первую очередь. Детей множество. Рождались видимые мальчики, но очень рано умирали. Вот боги наказали его отсутствием сына. Нет сына наследника. А для него этот сын, это не ребёнок прежде всего, а это механизм передачи высшей власти. Его жена, Нене, видимо, была бесплодна. Но она поставляла ему наложницу. Всячески поддерживала. Нет живых мальчиков. И, наконец, в 1589 году, когда-то её Томе Хидеосик было 52 года, его любимая наложница, юная, по имени трогательно для нас звучащему, детское имя, это её имя, они же меняют имена, детское имя, тятя, родственница Ода Набунага, считалось, что когда-то Хидеосик спас ей жизнь, и поэтому она ему нравилась особенно, видимо, неожиданно для себя. Вот такое с ним случилось и умилило ему его. И вот, видимо, за это боги, казалось, приласкают его. Эта очаровательная тятя, фактически подросток, наложница подросток, родила мальчика Цуримацу. Хидеосик сошёл с ума. Вот он уже вообще сошёл с ума во многих отношениях, но на почве этого мальчика в частности. Его безумное отношение к появлению этого Цуримацу – это квинтэссенция того, что для него стала значить власть, что-то равное жизни, по крайней мере. Он начинает, например, от имени Цуримацу писать себе письма, и эти письма сохранились. То есть от имени своего младенца. Как будто бы младенец написал ему письмо. И он пишет. Я получил ваше письмо. Он называет его на вы. Получил ваше письмо. Оно меня очень порадовало. Я вам отвечаю. Будьте хорошим мальчиком. Это некий, конечно, сдвиг происходит. Но боги карают жестоко. Мальчик умер в два года. И для Хидеоси это крах. Это внутренний крах. В 91-м году, да? Да. Он мальчику два года, он умер в 91-м году. Наверное, компенсации, высшей компенсацией за эту величайшую трагедию он считал движение к тому самому мировому господству. Поэтому именно в 1592 году. В 1592-м тысяча кораблей отправляются на завоевание Кореи. Вот след тем угрозам, за теми угрозами, которые я зачитывала, поскольку правители Ван и Кореи вовсе не изъявили готовности перейти из вассальной зависимости от Китая, такой привычной. И Китай в это время не такой воинственный, большой и несколько вялый. Но это отдельный разговор. Может, мы доживем и до Китая. Перейти под власть этой воинственной самурайской Японии, чья армия в это время, в этой части мира выглядит самой действенной. Она прекрасно владеет пешей строй и мушкетой, о чем мы говорили в прошлый раз. Это конница, все еще умело применяемая японцами. Это приемы борьбы индивидуальной. И она очень мобильна. В отличие от возможного китайского. Китай как бы в это время не стремится никакой агрессии. Вассальная зависимость есть, подойти есть, и все в порядке. А тут тысячи кораблей отправляются в Корею. Успех. Поначалу успех. Успех ужасный, жестокий. Очень ужасный. Жестокий. Успех, он и есть успех. Успех ужасно оформленный. Я встретил разные цифры. Сколько именно отрезанных ушей корейцев. А в других сочинениях, исторических произведениях, не художественных. Убитых корейцев. Убитых корейцев. Не только уши, но и носы. Как бы для подсчета потерь врагов. И для символа. И цифры называются совершенно поразительно разные. От сотен до сотен тысяч. То есть, об этих цифрах судить нельзя. Но по сей день в Киото есть место, которое называется могила ушей. Они были. Это древняя столица Японии, напомню. Это символ, да. Киото. Древняя. То есть, иными словами, вот эти отрезанные уши, они посылались. Хидеоси же он не поплыл. Для статистики. Он не поплыл. А его присылали в Кокачево. Он долго собирался в Корею. Так и не соберется, скажем. И вот ему для отчетности присылали эти отрезанные уши и носы. Или только уши. И вот это место, могила ушей, где ужасные цифры называют. Судить о них мне трудно, потому что они разнообразны. А в Корее, что вполне естественно, началось бешеное сопротивление. Действие равно противодействие. Партизанская война, грубо говоря. Партизанская и официальная. Потому что нашелся очень талантливый полководец, флотоводец. Адмирал Ли Сун Син. Это легендарная фигура в Корее. О нем, наверное, надо делать отдельную передачу. Его жизнь тоже роман. Он громит японцев. Корейские корабли лучше укреплены. Они обшиты металлом. И, ну, просто утопил японский флот этот Ли Сун Син. Но японцы не теряются. Видимо, путем подкупа, шпионажа, чем-то подобным тому, что применял Третий Рейх в отношении командования советского. Ли Сун Сина японцы сумели скомпрометировать. В глазах правителей Кореи настолько, что этого, наверное, гениального флотоводца разжаловали в рядовые. Чудо, что остался жив. Потому что потом его вернут, и снова вернутся победы. Это уже после смерти. Да, его вернут, и вернутся победы. И, то есть, все не так легко в Корее. Совсем не так, как он ожидал. Начинается разочарование, но последняя улыбка богов, улыбка жизни, кажется, появилась в 1595 году. Та самая наложница с детским именем тятя, сейчас имеющая новое имя. И вот, прошу прощения, у меня выпало оно в данный момент из памяти. Оно очень такое заковыристое. Родила опять сына, которого назвали Хиде-Йори. Несчастнейший человек, несчастнейшая судьба. После рождения этого Хиде-Йори... Надо помнить, что наш герой, он, собственно, в Японии. Он так и не собрался в Корею. Он получал только отчеты в виде вот таких страшных предметов, о которых мы рассказали. После рождения этого мальчика, сына, когда у нормального человека, неправителя, с неограниченной властью, и к тому же в эпоху Средневековья, рождается ребенок, как правило, человек мягчает, добреет, светлеет, ну, что-то подобное происходит. Здесь, и это признают даже те авторы, которым в чем-то симпатичен Хиде-Йори, но у него есть привлекательные черты. Он потерял человеческий облик, как и пишут об этом, в общем-то, все источники. Потерял человеческий облик. Ему надо было расчистить торопливо. Ему то ли 60-й, то ли 61-й год, да, ты всегда немножко разнятся, он не молод. И ему надо успеть для этого младенца создать условия передачи власти к нему, чтобы уйти из этой жизни. Он все-таки понимает, что из жизни-то он уйдет. Это он пока не забывает. Передать власть этому самому ребенку, а значит себе. Вот это не любовь к ребенку. Вот я много об этом прочла и поняла, что это не то общечеловеческое, светлое, гуманистическое чувство, любовь к ребенку. Это любовь и страсть даже к своей власти. Надо напомнить еще, Наталья Ивановна, что все-таки, не имея сына, он готовил себе преемника, своего племянника, который был им усыновлен. То есть, ну, сын, сын. Но когда рождается этот младенец? Хиде Цугу, этот тоже несчастнейший человек. Его племянник, усыновленный Хиде. Сын его сестры, сын сестры Хиде Йоси. То есть, кровный родственник, молодой человек. Наследник. Он наследник, он объявлен наследником официально. Хиде Йоси даже ради этого отказался от должности Кампаку. Передал, сделал Кампаку его, чтобы все видели. Вот наш будущий правитель. Что начинается после рождения этого последнего младенца? Безумие начинается. Несчастного Хиде Цугу, племянника, начинает обвинять во всем, что только можно придумать. Разврат, шпионаж, приверженность к христианству, садизм. Вот все ужасное, что можно сочинить про человека, все сочинено. От своего племянника. Да. И шпион, и предатель, и христиане ему нравятся, и развратник, и даже садист. То есть, ну, хуже, страшнее фигура быть не может. И, конечно, его принуждают совершить сипуку, раз уж он такой ужасный и чудовищный. Но как-то он уже сошел с ума, Томи Хиде Йоси. Этого ему показалось мало. А принудив к сипуке племянника, он приказал перебить всех близких ему людей. Это оказалось около 20 человек. Перебить зверски. Ну, пришли люди, неведомо кто, говорят, что это бандиты были всячески с большой дороги, нанятые для этого Хиде Йоси, в масках, и чудовищным образом зверски перебили этих людей, всех близких, и родных этого племянника, и просто его друзей, всех, кого смогли понять. Для своего сына-младенца он это делает. Он расчищает ему дорогу таким беззастенчивым способом. Но ему мало, что просто их перебили. Тот дворец, в котором это совершено, тот великий дворец, Дзюракудай, там живет наследник, преемник. Этот дворец, где он принимал императора, мы не имеем возможности теперь видеть даже остатки этого дворца. Он приказал его уничтожить. Снести. Это что-то безумное. Вот уже многие пишут, что признаки какого-то безумия начались. Неудача в войне с Кореей, которые его обескуражили, припомним, как он писал о себе, покорил Восток, покорил Запад, впереди покорение Китая, так споткнувшись в Корее, которая не завоевана. Хотя японцы побывали в Пхеньяне. Они на первом этапе войны успешном захватили столицу Кореи. Казалось, все будет хорошо. Убрали этого гениального Ли Сунсина. Казалось, все будет хорошо. Ли Сунсин возвращен. Новые победы корейцев. Вся Корея полыхает в движении сопротивления. А как говорил Лев Николаевич Толстой, партизанская война не бывает неудачной. Ее или нет, или она есть. Если она есть, она удачна. Вот это во все времена, на все эпохи. И это крах. Конечно, это крах человека, возомнившего себя равным, величайшим завоевателем, мнившего себя выше, где-то уже с Солнцем сравнивая, он приблизил себя к императору, делая императору подарки, он показал, кто есть кто. Он собирает некий совет из приближенных людей, среди которых есть, конечно, и Токугава, и Ясу. Берет с них всякие клятвы в том, что они будут служить его сыну, верой, правдой навсегда, что этот Хидеори для них будет просто как родной. Они клянутся. Они клянутся. Все нарушат. Сразу, вскоре после ухода великого правителя, этой коронованной обезьяны, которую они ненавидят все больше и больше, по мере того, как он тоже теряет человеческий облик, перестает себя мыслить простым земным человеком, о кем-то стоящем выше, и они все нарушат при том, кто сменит Хидеори, а сменит его как раз Токугава и Ясу. Несчастный его сын Хидеори будет жить в изоляции, в Осаке, кстати, довольно долго, до 1615 года, когда ему будет примерно 20 лет. Этот юноша – жертва. Все они жертвы, эти династические, вот эти участники династических операций и замыслов. В Западной Европе я уже называл их династический товар. Вот династическим товаром были принцессы английского, французского дворов, испанского. Здесь это даже еще страшнее. Это просто какие-то жертвы на заклание. Да, Токугава женит его на внучке своей. Вроде бы. Вроде бы. А потом прикажет покончить и с ним, и с внучкой, которая оказалась верной женой. Что-то такое. Власть делает с людьми что-то немыслимое. И, наверное, наш Хидеоси очень поздно, за очень короткое время, чуть ли не за несколько часов, до кончины, которая пришла к нему, находящемуся в полном сознании, сочинил прощальный, прощальное стихотворение. Я пришел, как роса, я уйду, как роса. Моя жизнь, мое творение, в Нанива, это Восоки, цитадель, не более, чем сновидение, сновидение. Ах, какое позднее озарение. Наталья Ивановна Басовская, в программе «Все так» мы говорили о Японии. Кстати, мы не можем вам ответить на вопрос, как в Японии относятся к этому герою. По-разному к нему относятся. Гордятся. Совсем таки. Все-таки Гордятся. Гордятся. Он объединитель, но он не смог заложить династию ни политическую, ни царственную, скажем так. Ему отдает должное, называют японским Бонапартом, что очень смешно, но в общем Гордятся. Но зато его преемник Токугава положил начало 250-летнему Сигунату Токугава. Может быть, когда-нибудь мы к ним вернемся. Хотелось бы. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов.